Так устроен мужской секс. Секс для мужчины очень важен, чтобы вы себе не думали, дорогие дамы. Потому что для нас это охрененно физиологическая потребность. Вам это никак в жизни не понять. Ни одна женщина не понимает мужского секса. Так как и мужчина в большинстве своем женского секса не понимает. Он думает, ну я же хочу, ты тоже должна хотеть. Уже у меня встал, и у тебя же там должно все. Он замокнуть. Мы же в одной обстановке. Но это совсем не так. Совсем не так. Поэтому для мужчины физиология очень важна. Мы не зря сейчас говорили, есть и сексом заниматься. Это, блин, рот и писюн на одной линии находятся. Это ежедневные систематически важные мероприятия. Секс и еда у мужчины есть всегда. Неужели думайте, что если у мужчины нет женщины, у него нет секса. Это то же самое думать, что если у меня нет кухни, я не ем. Я ем фастфуд. И секс у меня фастфуд. Приблизительно так. Как сложилось? Да, конечно, хорошая кухня лучше, но за неимением будет такая вот история. Секс у мужчины есть всегда. Женщина может просто присоединиться к мужскому сексу. И он на время свой альтернативный секс может спрятать в шкаф. Вот такая история. У женщин не совсем так. У большинства не так. Потому что женщина, ей не такой секс нужен. Это не физиологическое. Сука, сейчас надо что-то. О, так, подламывай это вообще. О, да, да, да. Дайте что-нибудь, я не знаю. Лен, Лен, есть у тебя там черенок от лопаты? А у мужчины так. Так, яйца напухли, все. Все. Кровь ушла вниз, мозг не работает. Естественно, что мужчина, он свой секс выстраивает постоянно. Наши работы, наши достижения, наши качества, спорт, деньги. Все. Это для того, чтобы обеспечить себе максимально комфортный секс. И секс важнее еды. Ну, во всяком случае, лет там до сорока точно. Плюс-минус. Потом уже на равных. Пицца или бляди? Нет, давай все-таки пицца на голодный желудок, какие бляди. Но до сорока лет какая нахер пицца? Лучше не доспать, но переспать. Так это все устроено.